Дело в том, что в пределах нашего региона, хотя мы имеем почти 65 миллионов человек населения, вряд ли стоит говорить о какой-то интеграции, более демократного союза, общего рынка, гиблоэкономическую пространство, 65 миллионов человек населения, европейским союзам, где почти полный ряд населения, здесь НАФРА, северо-мериканскими, свободной зоной, там тоже почти полный ряд вместе со СНЕКСКОЙ КАНАЛ. Я считаю, что Центральная Азия для своего экономического роста должна сопротивляться в соседние регионы в рамках предлагаемых географических проектов. Но эти проекты нужно рассматривать не как высокотые экономические блоки с непроницаемыми границами, а как различные варианты и направления с экономического, торгового и депрессионного и демократов. Прошу обратить внимание, что в названии конференции говорится о проблемах битопадской Центральной Азии. В Центральной Азии надо понимать, что нынешние угрозы их вызовут, и скакуют не только опять наши страны, но и Россия, и Китай, часть территории, которые входят в понятие Центральной Азии, обеспокоены также страны Южной Азии, которые также можно включить понятие Центральной Азии. Центральной Азии Центральной Азии Центральной Азии Продолжение следует...